Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Котлы Смаль, на котором есть вся информация о таких вот котлах длительного горения. Именно сегодня речь пойдет об обвязке такого котла, которое поможет вам сэкономить топливо и обеспечить комфортную температуру в доме. Итак, поподробнее поехали. В ютубе есть много полезной информации о том, как подключить котел, как его правильно обвязать. Данная обвязка не совсем будет исключением. Она практически идентична к большинству предложенных. Но тут один есть маленький нюанс. Она идеально будет подходить к самотечным системам отопления, системам с естественной циркуляцией. Вот за счет, благодаря вот этому вот трехходовому клапану. Этот клапан позволяет в дом запускать не большую температуру, на которой будет постоянно работать котел и с которой ему будет работать комфортно. То есть это не менее 55 градусов. А в дом этот клапан будет запускать желаемую температуру, которую можно выставлять вот этим вот рычагом и контролировать с помощью вот этого вот термометра. Итак, что значит большая температура для котла? Большая температура для котла обозначает, что на термометре на котле вот здесь вверху не должно быть менее 55 градусов. Вот. И в обратке температура также, вот на том термометре, который стоит непосредственно на входе в обратку, температура также должна быть не ниже 55 градусов. Для чего это нужно? Чтобы не было разницы температур между холодной обраткой и горячей подачей и внизу котла, в этой зоне где-то, не образовывался конденсат, который будет стекать по стенкам котла вниз на дно котла и будет происходить коррозия, которая процентов на 50 увеличивает срок выхода котла из строя. Это нежелательное явление, поэтому все, у кого вы не увидите в ютубе рекомендованные схемы, стоит вот такой вот клапан трехходовой. Вот он клапан, но это в данном случае герцовский. Для обеспечения входа в обратку температура не ниже 55 градусов. Он забирает горячую воду с подачи, подпитывается холодной водой с обратки, смешивает ее вот здесь и уже подает через насос температуру не ниже 55 градусов в котел. Вот это когда он работает на за счет циркуляционного насоса, насос поджимает обратный клапан хлопушку и не дает холодной обратки заходить в котел. То есть пока котел не наберет 55 градусов, открывается этот клапан, вернее закрывается клапан и вся температура уже идет, которая образовалась вот здесь вот в обратке, идет в котел. Таким образом мы продляем нашему котлу жизнь на минимум на 50 процентов срока его службы. Теперь разберемся с подачей котла. Ну как правило, прямо на выходе с котла должна быть установлена группа безопасности, но у нас она как бы рассредоточена. Вот здесь мы видим клапан воздухоотводчик, вот там подрывной клапан от 2,5 бара и манометр. Вот. Ну это практически все на выходе с котла расположено до вот этого вот трехходового клапана. Теперь горячая подача заходит в этот трехходовой клапан. Мы его в ручном режиме, кстати на него есть сервопривод, который может делать регулировку в автоматическом режиме, но пока будет работать в ручном режиме. И в ручном режиме мы регулируем подачу горячей воды в дом. То есть выставить на нем, допустим в межсезонье нам не надо на котле там 60-70 градусов, нам надо 45 градусов. Мы выставляем кран на соответствующее деление и при помощи термометра контролируем подачу воды в дом. Как он работает в двух словах. Холодная вода с обратки, вот приходит обратка с дома. Здесь кстати тоже установлен термометр для ее контроля, для температуры. Холодная вода будет по вот этой вот трубе, которая кстати называется или байпас попутного смешивания или гидротрансформатор, кто как называет ее. Но это не гидрострелка, тут потоки работают по другому. И холодная вода подмешивается в тот кран, с горячей смешивается и в результате нам выдается требуемая температура уже на входе в обратку. Вот. Значит котел в таком режиме работы может уходить, ну не может, а будет уходить в стоп-режим. Вот. Ну стоп-режим как бы тоже не очень желательный для котла. Поэтому лучшим выходом для этой схемы будет установка теплоаккумулятора. Как мы видим, если подача выйдет с котла, она разделится на две части. Вправо и влево. То есть вправо уйдет на теплоаккумулятор, а влево будет уходить на систему отопления дома. Ну как бы если нам будет здесь температура ограничена на дом, весь излишек тепла будет сбрасываться по той трубе в подаче в гидроаккумулятор. Кстати, важным условием есть то, что для обеспечения естественной циркуляции вот эти вот уклоны должны быть минимальными. То есть чтобы или даже на теплоаккумулятор должна труба идти вверх, чтобы обеспечивать самоциркуляцию. Если занизить эту трубу, ну оно будет продавливать, но очень плохо. И верх теплоаккумулятора, вот здесь вот, он сейчас заглушен, сейчас теплоаккумулятор еще не устанавливали. Верх подачи теплоаккумулятора должна быть на уровне с этой трубой либо выше. Иначе если будет ниже, будет плохо работать система циркуляции, а то и вовсе не будет работать. Поэтому этот нюанс надо учесть. Да, немножко разберемся с обратки на теплоаккумулятор. Она, как вы видите, вот здесь врезана перед всасыванием на трехкодовой клапан Герц. Вот, то есть и она идет тоже вровень, ну выдержанный уклон таким образом, чтобы она шла вровень с обраткой на котел. То есть если в реверсном режиме будет теплоаккумулятор, котел уже затухнет, а будет работать теплоаккумулятор. Чтобы циркуляция проходила естественным образом и ничто не мешало этому процессу происходить. Вот, еще один такой нюанс. Смотрите, если будет проходить реверсная циркуляция с теплоаккумулятора через котел, котел будет нагреваться. Это тоже нежелательное явление, так как тепло, которое будет образовываться в котле, будет уходить в трубу. Это такое вот паразитное явление, чтобы этого избежать, еще одну смежную роль выполняет вот этот клапан-хлопушка. То есть если с той стороны будет заходить горячий теплоноситель через котел, он будет с обратки выходить и его будет здесь держать в этом направлении клапан-хлопушка. Вот, а обратка будет прямо проходить в систему отопления. Вот, ну еще желательно, ну здесь циркуляция будет затруднена, вот, но все равно здесь будет через насос идти паразитная циркуляция. И вот в этом месте можно установить обратный клапан, только пружинный. Вот мы посмотрим, как будет происходить эта циркуляция. Если кто еще, у кого есть опыт использования на таких самотечных системах, может кто знает, напишите в комментариях, как пропускает насос или вообще пропускает вообще ли он циркуляцию в обратном направлении. Вот. Будет интересно услышать комментарии. Ну еще непосредственно по нюансам врезали дополнительно мы гидроаккумулятор, гидроаккумулятор, да, 10% от емкости всей системы. Вот. Ну и у нас там сделали мы такую вот мини-котельную, вот, потому что вот там за стеной непосредственно стоит газовый котел и опять-таки система с естественной циркуляцией. Вот, конечно, газовый котел надо было к теплоаккумулятору и там бойлер косвенно нагрева врезать там непосредственно по теплоаккумулятору, там есть схемы. Вот. Ну, так как у нас тут затруднено все, мы сделали вот в таком формате. Вот. Там дело в том, что расходится внутри дома подача на две части, налево и направо. Отлично работает система циркуляции естественной в доме. Поэтому мы решили ничего не нарушать. Вот. И сделали такую мини-котельную. Ну, как видим, она будет находиться посреди дома. Как раз удобно будет эти две ветки отопления обеспечивать. Вот. Ну, и мы сделали ее максимально-минимально, а получится вообще минимально-минимально. И так как, ну, не хотелось большим объемом закрывать окна, площадь дома всего. Вот. Так что будем выходить уже, конечно, неудобно. Но ничего, будем выходить с этой ситуации. Вот. Здесь рядышком также планируется установить теплоаккумулятор. Вот. Выход подачи на теплоаккумулятор и обратки. Там же мы еще дополнительно установим, скорее всего, на обратке кран. Вот. Для отсечения теплоаккумулятора. Посмотрим, как он будет работать в режиме котел без аккумулятора. Ну, а там посмотрим. Вот. Ну, и кратко еще по дымоходу по нашему. Вот такой шести пять с половиной метров дымоходик у нас двухсотый. Утепленный, обшитый. Вот. С ревизиями, с вертикальной ревизией, с горизонтальной ревизией. Вот установили мы такой, ну, импровизированный, но он работает. Стабулятор тяги дымогазов, чтобы не было детонации во время разгона котла. Вот. Он выполнен тут из нержавейки на улице. Ну, как бы, его правильно установить где-то внутри помещения. Ну, так как у нас помещение маленькое, мы, ну, решили уже остановить как есть. Ну, может, еще здесь установим козырек для того, чтобы осадки не попадали на этот регулятор, чтобы он работал в нормальном режиме. Тут не подмерзал, ничего такого не было. Дождь не попадал. Вот. Ну, вот такой еще раз вид имеет сзади разводка на теплоаккумулятор. На подаче, на обратке. Ну, и получается у нас система, вот этот вот байпас попутного смешивания, вот. Он, как бы, закольцовывает систему отопления отдельно от системы котла, от котлового контура. То есть, есть такая информация там на каналах у Байдана Хмельницкого, который тоже занимается самотеком. Там инженерные расчеты на канале. Тоже есть информация об этом байпасе. Вот. То есть, он позволяет жить отдельно своей жизнью котловому контуру и контуру системы отопления. Что полезно и полезно будет именно для естественной циркуляции. Еще раз повторяю. Для принудиловки котловой контур практически одинаковый. Вот здесь то же самое. Устанавливаем здесь подмес, вот дюймовую трубу. Трехходовой клапан, защищенный, кстати, фильтрами. Вот. Насос и обратный клапан-хлопушка. Это для принудиловки. Вот. Только здесь вместо трехходового клапана, в данном случае это Danfoss 1,5-дюймовый. Конечно, было бы 2-дюймовый лучше, но не было наличия, проблемка была. Вместо этого клапана ставится там выносной с термобаллоном. Вот. И также точно делается подмес. Ну, только диаметр здесь будет не 2 дюйма, а можно и дюймовый. Ну, так как там уже не принципиальная система с принудительной циркуляцией. Вот. Ну и немножко информации о нашем котле. Да еще немного информации о расширительном бачке. Мы его смонтировали таким образом, чтобы, ну, как бы на мувке он снимался. Здесь можно было поставить американку, ну, для удешевления работ. Мы поставили сгон. Вот. Чтобы он легко снимался, обслуживался. Вот. И вот эти вот на тройничке два крана. С помощью этого крана мы для обслуживания расширительного бака закрываем подачу в него воды, спускаем лишнее давление с него. Здесь немного получится воды. Вот. И обслуживаем. И в обратном, в обратной последовательности на обслуживание уже запитываем воду. То есть закрываем, открываем. Это понятно. Вот. Сам котел испытан давлением. Пять бар накачивали у него. То есть он у нас стоял. Никаких течей не было. Ну, и сам вот этот узел. Мы тоже закачивали систему. Были течи на соединениях. Все поподтягивали. Сейчас все нормально, сухо. Вот. Единственное было вот здесь у нас течь. Самое такое тяжелое место. Здесь окно варили. Тут зазор был сумасшедший. Ну, тут некуда не влево вправо двигаться было. В общем, вот так как-то заварили там. Здесь была течь. Ну, устранили ее. Вот. Ну, все на сгонах. Все на сгонах. Кстати, внизу кран для слива подпитки системы. Из котлового контура. Там у нас внутри дома закрывается. Два крана отсекается. Вот эта вся котельная. Можно работать газовым котлом. Не обогревает. Ну, предварительно, конечно, зимой слив воду отсюда. Работать газовым котлом. Чтобы не греть твердотопливный теплоаккумулятор и так далее. Вот. Это, конечно, немножко неудобно. Но я же говорю, места очень мало. Приходится выкручиваться таким образом. В общем, информацию мы кратко вам рассказали об этом котле. Мы будем делать котельную здесь. Откладывать все. Утеплять. Вот. И после этого уже постараемся вам снять видео. Как мы его запустили. Как он работает. Ну, процентов 100, что все будет работать. Мы с самотеком сталкивались уже давно. Знаем, как он работает. Вот. Поставим теплоаккумулятор с ним отдельное видео. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok